Наверное, не все до конца понимают, насколько это просто – попасть на прием к своему депутату. Даже если этот депутат – первый заместитель председателя Московской областной думы. А те, кто понимает, становятся в приемной партии «Единая Россия» завсегдатаями. Хотим сказать спасибо за стадион в школе «Перспектива». Ну это наша общая работа. Ну что вы? Да, вам огромное спасибо. Я знаю, что вот эти последние сейчас моменты дорабатываются, но основная работа уже проведена. Хоть территория позволяет. Я думаю, что это мы вместе сделали, поэтому мы друг другу не будем. Спасибо, мы просто плодотворно дальше работаем. Первые посетители приехали из Власихи. И речь дальше пошла о благоустройстве именно этого населенного пункта. Какие у нас еще вопросы? Да хочется зоны отдыха нам, как жителям, очень не хватает. Такие озера у нас, к сожалению, неблагоустроены. Там же нужно проводить и чистку этих озер. Обязательно, это, наверное, первое. Да, проектная документация. Порой бывает так, что чистый пруд, без проектной документации, убирают ил, и уходит вода. Поэтому это очень аккуратно нужно подходить. А это у нас верхняя озера, да? А у нас верхняя, это вот самое благоустройство, как бы хотели, чтобы видеть. А как у нас правильно это все равно? Это верхнее озеро. Верхнее озеро, да? Реки Закса. Русловые пруды реки Закса. Главное в ходе такого БЛИЦ-сообщения уметь верно оценить масштаб проблемы и наметить реально выполнимую схему ее решения. Официально приемным днем считается понедельник. Мы немножко работаем по-другому. Мои помощники практически каждый день с утра принимают граждан. Потому что, если официально говорят, это понедельник, но мы прекрасно понимаем, что это рабочие дни у людей. Они не всегда могут и в понедельник, поэтому они приходят, передают мне все обращения. Поэтому я со всеми обязательно знакомлюсь. И мы работаем в таком постоянном формате. К Ларисе Лазутиной обращаются в том числе и местные коллеги из партии «Единая Россия». Например, с вопросом об отоплении клуба или с просьбой о помощи в реализации разработанной схемы движения по деревне Шульгино, одному из старейших населенных пунктов района. Согласно этой схеме, мы вам ее обязательно оставим, движение транзитное через деревню Шульгино запрещено. Получается, как ограничения фактически есть, установили знаки, все, значит, щиты, а по жизни его нет. То есть, ну, водители, менталитет, значит, торопятся, спешат, они все-таки едут. Главная проблема в том, что в Шульгино нет пешеходных тротуаров. И транзитное движение создает реальную опасность для жителей. Вопрос, конечно, не простой, но решаемый. Бывают, конечно, очень сложные вопросы. Это вопросы, касаемые судебной системы. Здесь мы, безусловно, объясняем людям, что мы не, вот, например, мы как депутаты Московской областной думы, к сожалению, мы не правомочны влезать, это третья власть. И, безусловно, пока идут вот эти все процессуальные вопросы, мы не вправе вообще влезать в эти вопросы. Хотя, конечно, люди идут от безысходности своей. Здесь нужен хороший адвокат и работать уже по другому пути. А остальные вопросы абсолютно разные. И по рабочим моментам порой, еще порой даже вот просто советом, потому что люди даже не знают порой, куда обратиться с какими-то своими вопросами. Ежемесячно в партийную приемную Ларисы Лазутиной обращается несколько десятков человек. И большая часть, так или иначе, находит здесь решение своих вопросов. Петр Горохов, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова». Петр Горохов, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова». Петр Горохов, 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 телекомпания «Одинцова». Продолжение следует...